Десногорская школьница На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». План фаз выполнения 101,5% на данный момент плюс 1,8 миллиарда киловатт-часов. Прогноз по году плюс 4,6 миллиарда. То есть состояние 26 энергоблоков в работе. На Смоленской АЭС в работе 1-й и 3-й энергоблоки общая мощность составляет 2045 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 находится в текущем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 12 дней августа составила более 540 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 10,5 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Благодаря активному участию в проекте «Школа Росатома» ученица школы номер 3 Десногорска Ксения Мишкина отправилась в увлекательное путешествие к Северному полюсу на ледоколе 50 лет победы. Экспедиция, посвященная 60-летию атомного ледокольного флота, объединила 68 участников из разных регионов России. Накануне своего отъезда школьница встретилась с руководством города и получила флаг Десногорска, чтобы водрузить его на вершину земли. Уверен, что это не последняя победа твоя. Дальше будешь принимать участие, дальше будешь побеждать. Детская экспедиция на атомном ледоколе продлится с 13 по 22 августа. Основная ее цель – просветительская. Школьники познакомятся с историей атомного ледокольного флота, узнают об особенностях арктического климата, профессиях экипажа ледокола. Для этого на борту судна будут работать команда опытных педагогов проекта «Школа Росатома» и сети информационных центров по атомной энергии. Ребята ждут различные конкурсы, мастер-классы, встречи с известными творческими людьми. Это, наверное, эйфория. Вообще не понимала и даже сейчас не осознаю, что я поеду к вершине планеты. Это звучит как что-то из раздела фантастики. Даже сейчас не верится. Вместе с Ксенией Смоленскую область путешествий будет представлять еще один наш земляк. Впускник школы номер 27 столицы региона Максим Калюшенков. Победитель образовательной программы федерального телеканала «Умницы и умники». Более сотни спортсменов, работников Смоленской АЭС и подрядных организаций приняли участие в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью с элементами ГТО в зачет спартакиады САЭС. Состязания, проходившие на стадионе акционерного общества «Атомтранс», были приурочены к единому дню выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и Дню физкультурника. Приветствую лёгкоатлетов. Заместитель директора «Смоленской АЭС» Анатолий Террилецкий пожелал им успешных стартов и пополнения копилки личных достижений золотым значком ГТО. Перед началом состязания все участники вышли на общую разминку, получив заряд бодрости и отличного настроения для дальнейшей борьбы за первенство. После этого на пяти площадках стартовали состязания. Спортсмены бежали стометровку, выполняли упражнения на пресс, прыжок в длину, метание гранаты, женщины, отжимания от поверхности мужчины, подтягивания на турнике. На каждом этапе судьи строго следили за точностью выполнения упражнений, техникой, временем и расстоянием. По итогам соревнований в командном зачёте первое место у команды реакторного цеха, второе место команда безопасность, третье место команда САЭС-сервис. Спорт помогает быть собранным, во-первых, дисциплина. То есть, если не будет дисциплины, не будешь себя заставлять каждый день тренироваться, результата не будет. Поэтому и на работе приучают, чтобы тебе сказали, чётко выполняешь. То есть, не халтурить ни на работе, ни в жизни. Я стараюсь каждый год участвовать в этих соревнованиях, потому что для меня спорт – это жизнь, это активность, движение вперёд, всегда позволяет находить новые силы для дальнейших свершений. Поэтому я сегодня здесь. Собрались очень достойные кандидаты, соперники, которые рядом с ними. То есть, приходится выкладываться на полную, так сказать, на спортивном языке закусываться. Поэтому я сегодня чисто для того, чтобы доказать самому себе, на что я способен. Ну и по возможности как можно больше лучших результатов показать. Физкультура для меня сейчас на первом месте. Пришла я в неё, наверное, году в 2016 в сборной сервиса. Участвую практически во всех соревнованиях, во всех дисциплинах. Очень нравится гребля на лодках «Дракон». У нас своя девчачья команда. Одни девчонки у нас хрупкие, нежные, но наравне с мужчинами гоняемся, соревнуемся, иногда даже побеждаем. В коллективе «Смоленск АЭС» и подрядных организаций есть немало активистов, благодаря энтузиазму которых развивается спортивное движение. Они были отмечены наградами администрации и профсоюзного комитета. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости «Смоленской АЭС». С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин